Всем привет и добро пожаловать ко мне на канал! Сегодня я хотела бы поговорить о двух вариантах изучения иностранного языка. Изучение иностранного языка на курсах и изучение иностранного языка с репетитором и поговорить о плюсах и минусах обоих вариантов. Я постараюсь сделать это как можно более объективно, потому что у меня у самой есть опыт изучения иностранного языка на курсах. Я училась в ГИОТ-институте, плюс я училась в лингвистическом вузе и все языковые занятия там проводились также в группе. И я сама работаю репетитором и иногда беру частные уроки немецкого на лингоде. Итак, давайте начнем с групповых занятий и поговорим об их плюсах. И первый плюс, который я бы хотела выделить, состоит в том, что очень часто курсы предлагают какие-то дополнительные внеурочные занятия. Это могут быть какие-то киноклубы, где вы собираетесь раз в неделю в выходной день, смотрите фильм на английском языке и потом его обсуждаете. Либо это может быть такой же клуб, только по обсуждению какой-то книги, он обычно проходит раз в месяц. Либо это же могут быть дополнительные бесплатные занятия с носителем языка. Вторым преимуществом курсов является то, что у вас есть возможность общаться с другими студентами. Вы можете сравнивать себя с другими, слушать другие акценты, таким образом брать какие-то новые слова от других людей. И это будет мотивировать вас становиться лучше, потому что при групповом обучении всегда есть стремление быть лучше другого. Все мы помним это чувство еще со школы, когда всегда хочется получить оценку за контрольную работу выше, чем у своего соседа. И когда вы чем-то занимаетесь, к чему-то стремитесь, очень важно, чтобы рядом с вами была какая-то группа, которая преследует ту же цель, что и вы. И таким образом вам будет легче вместе двигаться к этой цели. Также на базе некоторых курсов можно получить сертификат международного образца. Например, когда я закончила уровень в ГИОТ-институте, мне выдали соответствующий сертификат, где обозначалось, что я прошла курсы в ГИОТ-институте и закончила уровень В1 на тот момент. И последний плюс, на мой взгляд, состоит в том, что стоимость занятий за час групповых обычно значительно ниже, чем стоимость уроков с хорошим репетитором. А теперь давайте поговорим о минусах курсов. Если вы занимаетесь в группе и пропустили какое-то занятие, то восстановить его, скорее всего, уже не получится, и вам придется изучать этот материал самостоятельно. И это хорошо, если вы пропустили какой-то один урок. А если вы пропустили несколько уроков подряд, например, по болезни, либо по какой-то другой причине, то все это вот так вот накапливается огромным снежным комом, и вам уже становится тяжелее заниматься дальше, и мотивация, соответственно, понижается. Также на курсах вы не можете определять составляющую своих учебных программ. Программы занятий, интенсивные занятия там будут стандартными, и вам придется с этим смириться. Внимание преподавателя на курсах будет сосредоточено не только на вас, и говорить будете не только вы, и преподавателю нужно будет выслушать и других студентов. То есть представьте, если занятие условно длится на курсах 60 минут, в группе 6 человек, в лучшем случае, то вы за это время сможете поговорить только 10 минут. То есть вы будете вовлечены активно в процесс урока только 10% от занятия. И если за это время вы, например, не успели что-то сказать, либо не знали, как сказать, не захотели, неважно, то ваша очередь переходит к другому, то есть вы свой шанс уже упустили. Также на курсах вам придется подстраиваться под график обучения, то есть под вас никто подстраиваться не будет, вам придется выбирать из стандартного времени, так сказать. И последним минусом курсов, на мой взгляд, является то, что ученики, которые более успешны, им приходится ждать отстающих учеников, и им как-то более скучно на занятиях, наоборот, те, кто отстает, им, соответственно, сложнее. Итак, репетитор. Первое преимущество занятия с репетитором составляет в том, что если вы пропустили какое-то занятие, то пропуски здесь носят больше условный характер и больше влияют на систематичность ваших занятий, потому что с репетитором вы начнете с того момента, где вы остановились в прошлый раз. Даже если вы пропустили большое количество занятий, неважно, вы все равно вернетесь к первоначальной точке, где вы остановились в прошлый раз. Также репетитор может подобрать программу специально для вас, исходя из ваших целей, интересов, профессиональных, например, интересов или личных интересов. Так, по крайней мере, стараюсь делать я для своих учеников, то есть подбираю материалы в зависимости от их, например, хобби или работы и так далее. С графиком занятия это тоже проще, чем на курсах, потому что с преподавателем всегда проще договориться, можно найти какой-то консенсус между вашим свободным временем и свободным временем преподавателем. Также репетитор подстраивает под вас индивидуальный план изучения и с ходом занятий корректирует их тоже, исходя из вашего прогресса. Вы можете задавать любые вопросы и по 20 раз повторять один и тот же материал, потому что на время урока репетитор безраздельно принадлежит вам. Также сложные моменты какие-то вы можете разобрать более подробно и остановиться на них подольше. Занятия проходят в вашем темпе. Репетитор ориентируется на то, с какой скоростью вы усваиваете материал, какой метод восприятия вам ближе. То есть все время репетитора будет сконцентрировано только на вам одном. Вы будете говорить много, можно не ждать очереди, чтобы что-то сказать, и всегда можно повторить, если вы что-то не поняли. Минусы у индивидуальных занятий также есть. Первый существенный минус – это то, что занятия с репетитором обойдутся вам значительно дороже, чем групповые занятия. Также вам не удастся сравнить свои достижения с другими студентами, то есть, может быть, прогресс будет для вас не так очевиден, и вам не удастся пообщаться с кем-то другим, как если бы вы занимались в группе, например. И также нет разговорных мероприятий и внеурочных клубов. В целом я хочу сказать, что нет какого-то универсального метода изучения иностранного языка. И занятия на курсах, и занятия с репетитором имеют место быть в определенных ситуациях. Например, если вы только начинаете изучать иностранный язык и учите его с нуля, то здесь, я считаю, можно спокойно идти на курсы, потому что там вы будете все на одном уровне, точнее, у вас не будет никакого уровня, и вы можете спокойно на курсах пройти уровень Beginner примерно за полгода. И потом уже смотреть. Например, если у вас есть какие-то значительные проблемы с грамматикой, либо с чем-то еще, то имеет смысл обратиться к репетитору. Если вам нужно подготовиться к экзамену, также имеет смысл обратиться к репетитору. Также можно комбинировать, например, занятия на курсах с занятиями с репетитором. К примеру, один уровень вы прошли на курсах, следующий уровень вы проходите с репетитором и так далее. Это все, чем я хотела поделиться с вами сегодня. Спасибо за просмотр и до новых встреч!